Здравствуйте! Вы смотрите студенческие новости Академии Матусовского в студии Ангелина Коновалова. В такой холодный вечер хочется согреть вас с рассказом об интересных, а порой даже жарких событиях, участниками которых мы были в последние семь дней. Сейчас наша творческая команда обо всем расскажет. Сегодня в выпуске. Сегодня главная цель нашего мероприятия это изучить, сохранить и возродить народный костюм Луганщины. И это настоящая академия в полном смысле этого слова. Везде кипит жизнь, тут много молодежи, все горят. Я думаю, что абитуриентам важно быть на дне открытых дверей, чтобы они могли погрузиться в прекрасную атмосферу нашего творческого вуза. Каким был народный костюм жителей Луганщины несколько столетий назад? Как менялась мода в народе? И самое главное, может ли народный костюм быть актуальным и в наши дни? Ответы на эти вопросы искали на республиканском семинаре-практикуме. А нашли или нет, знает Дарья Демянева. Академия Матусовского и Луганский Центр народного творчества подготовили настоящий сюрприз для руководителей творческих фольклорных коллективов. На семинаре-практикуме рассмотрели народный костюм Луганщины от былого к современности. Сегодня главная цель нашего мероприятия это изучить, сохранить и возродить народный костюм Луганщины. Семинар разделили на две части, пленарную и практическую. Во время первой всем гостям предложили лекции на тему традиционный костюм Луганщины конца 19-го, начала 20-го веков в экспозиции Луганского краеведческого музея. И история традиции народного костюма восточных славян. Изучать историю костюма, безусловно, лучше всего наглядно. Для этого можно обратиться к иллюстрациям в учебнике или фотографиям. Но есть еще один способ проследить, как же менялась одежда жителей Луганщины от истоков к современности. Яркость и самобытность народного костюма на собственном примере показали участники различных фольклорных коллективов. А также представили свои сценические костюмы руководители творческих коллективов Академии Матусовского. Среди которых народный ансамбль песни и танца «Луганские узоры» и ансамбль «Лошкарей» Семеновна. Настоящим сюрпризом для всех гостей стал мастер-класс фэшн-эскизирование в фольклорном стиле, который провели и заведующая кафедрой искусства костюма и текстиля Академии Матусовского Аревик Малхосян, и преподаватель кафедры Диана Антонова. В целом несколько слов о фольклорном стиле, то есть какие характерные черты для данного стиля. Это в первую очередь использование натуральных тканей, простой, не стесняющий движение крой, затем яркий декор, принты геометрического и растительного характера. Всего пару штрихов и уже прорисовывается силуэт, а через несколько минут работы мастеров готов эскиз. Источником вдохновения создания фэшн-костюма в этническом стиле стал донецкий народный костюм. Фэшн-эскиз в настоящее время набирает популярность среди молодежи и среди наших студентов, и мы учим их быстро и качественно работать с материалами, которые используются, те же маркеры, акварель. Сегодня мы представляем именно в этой технике наш фэшн-эскиз, и посвящен он стилизации народного костюма, народного костюма Донецчины. Семинар практикум прошел познавательно и очень продуктивно. Теперь, зная все тонкости народных костюмов, каждый может использовать их элементы, сделав этнический костюм модным и современным. Впервые в Луганске выступила оперная певица Нейра Сатрян. Ее пение можно было услышать не только в нашей Академической филармонии, но и в Академии Матусовского. Абсолютно эксклюзивный сюжет прямо сейчас. В Луганской Академической филармонии настоящий праздник духовной музыки, оперы и романцев. Московская певица, лауреат международных конкурсов Нейра Сатрян показала свое мастерство на луганской сцене. А творческий тандем с камерным хором Академии Матусовского «Альма-Матер» и Вероникой Кабановой получился очень особенным. Вот одна у нас в частности только репетиция была, одна. Это всегда вот я верю тогда в хор, а хор в меня. И вот такой момент общего доверия нашего, когда они должны услышать меня, я слышу солистку. Это такое невероятное взаимодействие тогда происходит прямо на сцене. Зрители действительно наблюдали за каждым жестом, за каждой ноткой в исполнении Нейры. И аплодировали не только после исполнения песен, но и перед каждым ее появлением на сцене. Нейра очень талантливая, очень вдохновленная, очень красивая и очень непревзойденная певица лучшего концерта за последнее время я не слышала. Приехала Нейра Сатрян в Луганск благодаря Валерию Унуковичу, заведующему кафедрой лингвистики Академии Матусовского. Они познакомились в социальных сетях и сама идея возникла неожиданно. Мы с Нейрой Сатрян познакомились года полтора назад именно на фейсбуке. Мы начали немножко переписываться, мы подружились. И потом Нейра неожиданно весной говорит, а что если я приеду в Луганск и выступлю с концертом, в Академии культуры и искусств Матусовского, в которой ты работаешь, дам мастер-класс, выступлю в филармонии, если это возможно. И вот с тех пор, с весны этого года мы работаем над этим проектом. Уже на сцене заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР вручил Нейре благодарность за высокое мастерство, за решимость и талант. Волшебный город, волшебные его жители. Я очарована Луганском, это мой первый приезд. И я искренне верю, что нас будет связывать многолетняя творческая дружба. Для Академии Матусовского певица подготовила очень приятный сюрприз. Специально для встречи здесь выучила несколько песен на стихи Михаила Львовича. Белая каца и гроздья душистый вместе с Нейра Эсатрян пел весь зал. Я приходила сюда пару дней назад, просто как экскурсию прошла по кабинетам, посмотрела, чем занимаются ребята. И это настоящая Академия в полном смысле этого слова. Везде кипит жизнь, тут много молодежи, все горят. И, ну, ничем не отличается, конечно, от московских, просто у вас все более камерно, более по-домашнему, более душевно разве что. Потому что большой мегаполис, он немножко разрозненнее, холоднее, суетливее, а у вас более душевная. Ну, прекрасная Академия. После концерта певица провела мастер-класс для студентов кафедры вокала и хорового дирижирования, на котором была внимательна, деликатна и бесконечно профессиональна. Мы обязательно запомним эту встречу. Под восторженные аплодисменты зрителей на сцене Творческого центра «Красная площадь-7» прошла первая в этом учебном году концертная программа, посвященная народной музыке. Свидетелем того, как оркестр под руководством Светланы Петрик удивлял публику, стал и наш корреспондент Никита Долгопятов. Совсем скоро здесь, в концертном зале нашей Академии, прозвучат первые аккорды народных инструментов Оркестра музыкального колледжа с концертной программой «Источник народной души». Среди зрителей, которые пришли насладиться концертной программой, не только студенты Академии, но и друзья, поклонники, родственники музыкантов. Я надеюсь увидеть что-то нечто невероятное, прям зажигательное, вдохновляющее даже. Атмосфера предвкушения витает и за кулисами. Ну, это, получается, мое первое выступление. Сейчас чувствую волнение в первую очередь. И даже гордость за то, что я играю в этом оркестре. Ожидание того стоило. С первых тактов оркестр приковал к себе внимание всего зала. Одно за другим звучали разнообразные произведения. Оркестр сменяли солисты, дуэт бандуристок, гитарист, аккордеонисты. Они исполняли как классические мелодии, так и всем известные с детства мотивы. Все было безупречно. Я вообще, если честно, просто у меня нет слов. Я никогда не думал, что студенты могут играть на уровне высокой филармонии или даже больше. Я восхищен. За десятилетия своего существования оркестр народных инструментов музыкального отделения колледжа Академии Матусовского под руководством Светланы Петрик воспитал не одно поколение талантливых исполнителей. Нынешний концерт дает уверенность, что эта тенденция не изменится. Все не может получиться. Концерт – это волнение, это напряжение, ну, я не знаю, и нервов, и всего-всего, все эмоционально. Поэтому я единственное, что могу сказать, что такие программы, которые мы вот сегодня показывали зрителям, они, конечно, очень сложные, очень сложные. И это первое наше исполнение, оно требует того, чтобы мы могли где-то еще несколько-несколько раз обыграться. Тогда, я думаю, будет вообще блестяще. Напоминаю, каждый четверг на сцене Творческого центра «Красная площадь-7» премьера новой концертной программы. Ждем вас в 16.00. Выбор будущего вуза и специальности остро стоит перед выпускниками школ. Минувшие выходные абитуриенты смогли почувствовать себя студентами Академии Матусовского и отправиться в путешествие по стране творчества. Господин Креатив, тетушка Палитра, очаровательная Дарья Мия и лично культура встречали абитуриентов и их родителей. Подробнее в сюжете Алины Баниковой. Двери Академии имени Матусовского сегодня открыты для всех желающих. Вчерашние абитуриенты, а сегодня уже студенты, подготовили интереснейшую программу, чтобы ребята смогли окунуться в мир творчества. Пойдемте посмотрим. Уже по традиции путешествие по стране творчества началось с театрализованного представления. Жители страны со сцены рассказали гостям о направлениях подготовки и о профессиях, существующих в Академии. Тетушка Палитра, олицетворяющая факультет изобразительного искусства, господин Креатив с факультета социокультурных коммуникаций, лично культура с одноименного факультета и Дарья Мия, символ факультета музыкального искусства, встречали абитуриентов и их родителей. Сценарий подготовили будущие режиссеры, руководитель курса Владислава Титова. Я думаю, что абитуриентам важно быть на дне открытых дверей, чтобы они могли погрузиться в прекрасную атмосферу нашего творческого вуза, именно творческого вуза, чтобы они сразу с самых первых шагов, когда они попадают в зал концертный, ощутили вот эту творческую атмосферу, дружелюбную атмосферу. Ведь не зря мы в конце говорим, что мы все студенты Академии Матусовского и наши абитуриенты сегодняшние, завтрашние студенты, первокурсники, что мы все одна большая творческая команда. В концертной программе выступили студенческие творческие коллективы, народный ансамбль современного танца «Свой стиль», фольк-шоу группа «Собор», фольклорный ансамбль «Багрянье», дэт аккордеонистов, а также студенты кафедры театрального искусства. Словом, потенциальным абитуриентам, как всегда, постарались подарить яркие впечатления и дать представление о том, что умеют наши студенты уже на первом и втором курсах. Какие у тебя впечатления от концерта? Я даже не могу их описать. Все такие талантливые, раскрепощенные, никто не стесняется и выкладывается на полную. Я впечатлена. После концерта проректор по учебной работе Инна Федоричева пригласила всех посетителей Дня открытых дверей на консультации по специальностям, которые провели педагоги Академии. Также рассказала о подготовительных курсах, которые проходят в УЗИ для тех, кто планирует поступать к нам весной 2019 года и пригласила записаться на них тех, кто хочет наилучшим образом подготовиться к творческим вступительным экзаменам. Академия, она, как мне показалось, я тут уже очень давно, хожу на каждый день открытых дверей. И мне нравится, как здесь все сплощенно работают, другие специальности, ребят с курсов, они все дружат с друг другом, помогают. Это кажется каким-то маленьким домом, которым приятно находиться. Женя Кузнецова и ее мама Ирина Владимировна в Академии Матусовского впервые, но уже зарядились позитивными впечатлениями. Ну, все очень нравится. Вообще, ребенок у меня творческий, она занимается музыкой, поэтому, как бы, ну, хочется, очень хочется сюда поступить. Мне очень понравилось выступление, очень хорошие педагоги мне подали, и также рассказали много о театральном. Увидела мастер-классы многие, понравилась сцена, понравились люди, которые выступали, и все актеры хорошие, хорошее представление. Если же у вас не получилось побывать на дне открытых дверей, то ничего страшного. Мы будем ждать вас в следующий раз, 17 февраля 2019 года. Также подробнее узнать интересующую информацию вы можете на нашем сайте угаки.инфо. Но двери Академии Матусовского всегда открыты для талантливых и влюбленных в искусство людей. Впереди еще множество событий, рассказами о которых мы будем удивлять и радовать вас. А на сегодня все. С вами были студенческие новости Академии Матусовского. Встретимся уже через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok